всем привет продолжаем наши карантинные обзоры надеюсь что через несколько месяцев летом через год кто найдет этот обзор на ю тубе будет улыбаться вспоминая тяжелое время в марте 2020 меня просили делать больше обзоров полноразмерных наушников меня просили делать больше обзоров bluetooth наушников и собственно просили делать обзоры моделей от известных производителей и вот сегодня звезды все сошлись в одном и спасибо украинские украинским дистрибьютором компания сенхайзер сегодня у меня на обзоре одна из самых популярных bluetooth полноразмерных моделей сенхайзер momentum wireless ну или их еще называют momentum 3 я конечно хотел еще sony как минимум себе добыть на обзор и может быть еще других производителей но пока что к сожалению это все затруднено но сегодня поговорим про сенхайзер не успели доехать до закрытия всех границ и в общем эта модель очень достойное внимание я когда-то слушал по моему первую версию сенхайзер которые еще были проводные в смысле momentum которые были еще проводными ну скажем они были ну норм но типа не шикарны и очень приятно что с того времени прошло скажем много лет и как бы сенхайзер поработали над звуком и сумели действительно выпал выпустить интересную модель если правильно помню то momentum wireless были представлены на выставке айф и в прошлом году и завоевали множество наград по всему миру но думаю это не так важно а из характеристик что интересного 17 часов работы у них в беспроводном режиме беспроводном как же запомнил беспроводном режиме с активным шумоподавлением включенным поддерживаются кодеки 5x и 5x low latency то есть и 5x hd и ldc нет но собственно это наушники в первую очередь ориентированной на широкий рынок стоимость их составляет примерно 400 долларов ну там зависит от налогов и курсов и всякого такого даже уже не боюсь объявлять цены в каких-то местных валютах поэтому в районе 400 долларов активный шумодавл и все такое в общем давайте смотреть на них подробнее анекдот дня сегодня такой как называется она болевшим жена уехала в командировку и за две недели мусора и выносил всего один раз вывод в доме мусорит жена такая вот обычная коробка неплохой полиграфии тут перечисляются их кодеки там и с чем они интегрированы причем алексы наклеечкой наклеена то есть видимо обновляли прошивку и добавили алексу позже ну да кстати и эйси поддерживается что любителей айфонов должно порадовать тут характеристики разные здесь важные фишки то есть хорошее качество голоса умная пауза когда снимаешь наушники и ставится на паузу действительно прикольно поддерживаются голосовые помощники трехрежимное активное шумоподавление два устройства можно подключить и до 17 часов настоящая кожа специальной хитрой формы оголовье нержавеющая сталь в общем материалы действительно хорошие тут все как положено внутри коробки еще одна коробка в этой коробке много поролона и чехольчик интересно был бы шаг взять сделать допустим коробку для них тоже вот такой вот круглую уменьшив количество ненужного в общем вот такой прикольный чехол материя какая-то серенькая такая джинс днем змейка так вот открывается тут сами наушники краткое руководство на разных языках включая русский рекламка буклетики в общем всякая макулатура полное руководство можно скачать у них с сайта в формате иди и комплект поставки входят шарики силикогеля хотел пошутить про витаминки но пожалуй не стоит а то кто-то еще поверит и избиси на юсби си проводы для зарядки и подключения их через их собственный цап адаптер с юсби си на юсби и для тех кто еще не обзавелся модными устройствами и комплектный аудио провод их можно как обычно подключить по проводу это стандартный джентльменский набор в наше время немножко приблизим сейчас уберу так чтобы не цеплять руками в общем вот сами наушники отличное качество сборки так по моему слишком сильно приблизил можно чуть-чуть отодвинуть вот так все хорошо отличнейшее качество сборки причем вот так вот их раскладываешь они включаются сообщают об этом еще раз на всякий случай повторяют включаются и в общем подключаются к источнику работают видите сами качество сборки отличная все классно настоящая кожа стёга на и вот это вот необычная форма оголовья видите с выемкой внутри то есть чтобы крышу вентилировала очень мягкая хорошо распределяет нагрузку в принципе сами наушники не тяжелые несмотря на то что тут практически все сделано из металла ну и тут аккумулятор электроника то есть как бы много всякой начинки они в общем-то довольно легкие комфортные хорошо распределяют вес и держится на голове приятно сила прижима подобрана правильно с одной стороны они обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию с другой стороны не пытаются давить на голову так чтобы глаза выпрыгнули из орбит складываются они вот как я уже показывал и раскладываются но поворачь чашки не поворачиваются плашмя то есть на шее их носить можно но чуть-чуть не так удобно сами чашки закреплены на вот этой вот их фирменное крепление которым серия momentum выделяется то есть их можно вот так вот двигать подбирая подходящий размер и плюс они качаются вот так вот по всем осям очень удобно скажем очень классно сразу находят нужный угол и правильно прилегают голове принципе регулировка размера удобная в больших пределах поэтому можно натянуть на любой жбан чашки сами сделаны из пластика но это логично потому что внутри всякая электроника bluetooth антенны и прочие на левой чашки вот такая вот решетка я думаю под ней каком быть микрофон или еще что-то скрывается на правой разъем для подключения по проводу и висбиси для зарядки и подключения по проводу тут кстати была вот такая вот наклеечка с рассказом где что происходит эта кнопка вызова голосового ассистента она же отвечает за bluetooth подключение три кнопки управления воспроизведением и громкость перемотка треков общем все стране традиционно почему видите сделаны они такими удобно прорезительными на центральный выступ то есть очень легко найти нужную кнопку и дальше с него так вот сдвинув палец переключить куда надо светодиод индикатор который показывает там зарядку разрядку и все нужное и переключатель который отвечает за активное шумоподавление то есть вот так вот он выключен среднем положении включается шумодав вот так вот включается выключается режим акустической прозрачность то есть можно с кем-то поговорить не снимая наушники в принципе хорошо работает амбушюры мягкие не знаю настоящие это кожа или хороший кожзам но очень мягкие довольно крупные поэтому мои уши влезают в них абсолютно без проблем за счет того что материал неплохой они не сильно перегревать на уши все равно нагревать и закрытые наушники тут никуда не денешься поэтому иногда паузу все-таки стоит делать но в целом не так сильно перегреваются как других моделях неплохая пассивная шумоизоляция поэтому их можно использовать там и в офисе и в каком-нибудь там помещении тихом где люди спят библиотеки и так далее но главное не включать сильно громко что еще про не кстати хорошо держат связь разумеется это то скажем в чем можно было особо не сомневаться время работы близко к заявленному фоновый шум действительно низкий поэтому больших проблем с ними не возникает шумодав активный работает неплохо можно приложение выбирать три уровня при этом в первых версиях прошивки там были проблемы с активным шумоподавлением иногда она изменяла звук но тут уже звук не меняется при включении шумодава и он действительно хорошо отсекает монотонный внешний шум то есть когда там кто-то сверлит в стену кондиционер я не знаю там в поезде в самолете то есть вот такие вот шумы отсекаются неплохо какие-то более атональны или как-то не ритмичные резкие шумы отсекаются хуже но все равно скажем справляется то есть немножко хуже чем допустим там sony и бауз но скажу заметно лучше чем допустим фио и ми аудио принципе конечно технологии шумоподавления тут сделано на хорошем уровне ну и традиционный тест микрофона в общем снимаю его надев эти наушники поэтому в кадре их показать не могу так что вот смотрите какой у них классный чехольчик но собственно записываю это подключить прямо к айфону наушники и это должно дать хоть какое-то понимание как в этих наушников слышно будет вас если вы решите кому-то позвонить или что-то сказать или еще что-то сделать я не буду применять никакой эквалайзер тонны компенсацию или что-то такое в общем звук записан как есть конечно же нужно показать в работе их приложения как обычно под рукой есть player поэтому использовал филом 11 pro в качестве демо устройства сегодня ну как бы iphone занят он это сейчас все снимает приложение выглядит просто показывает наушники ну и в целом их уровень заряда а в остальном все довольно тривиально можно поменять некоторые настройки наушников да что ж такое то можно выключить эту умную паузу когда их снимаешь можно изменить голосовые настройки то есть выключить их вернее под не подсказки совсем выключить только тональные сигналы оставить или голосовой можно менять язык на котором подсказывает вам тетенька причем английский как-то с таким большим пафосно прононсом голосовой помощник можно включить подключить приложеньку тайл для удобного поиска этих наушников или это не приложение даже не знаю что за тайл надо хоть погуглить но самая важная функция конечно это обновление прошивки в наушниках это основное для чего это приложение канада ну и тут на этом экране можно поменять перенастроить активное шумоподавление но при этом если она выключена на наушниках настраивать его не получится поэтому нужно переключить и тогда вот включая приложение показывает при этом есть три режима антипрессор это типа самый лайтовый вариант чтобы не создавать избыточное давление на уши антивинт то есть противоветровый это средний уровень шумоподавления и собственно максимально это любой ценой вот там шумоподавлять насколько возможно при этом видите как красиво фона ними анимирован смотрится забавно и transparent hearing то есть вот этот вот режим когда он просто звук окружающий вам в наушники транслирует вот так вот он включается выключается включается обратно и тут можно выбрать будет ли при этом продолжать играть музыка эквалайзер сделан очень необычно на самом деле тут нет вот этих вот полос по которым можно менять просто центральный ползунок выбираем чистоту какую хотим поменять и можем либо добавить либо убрать при этом видите скажем он адаптируется под эту настройку и можно вот допустим выбирать хотите там добавить чисто верхних частот берем вот так вот все остальное ослабевает скажем немножко добавить верхних частот будет вот так вот прижать вверх ну собственно получается вот такая вот ситуация хотите скажем акцентировать низкие частоты побольше то вот скажем двигаем так вот выгнуть все сделать v-образную чехашечку то вот получается вот такая вот вот он самом деле середина будет выпущено, поэтому они тут немного вот этот, это не график, это просто такая визуализация, поэтому на самом деле тут бас и верхние чувства будут ослаблены, но скажем, а тут наоборот убрать середину, это будет как раз такая очень сильно ярко выраженная V-шка но в целом, когда к этому привыкаешь, то это удобная система она позволяет действительно быстро настроить то, что тебе нужно по звуку вряд ли кому-то нужно там с определенной вот этой вот суперточностью двигать ползунки, достаточно просто выбрать, скажем, чего добавить, убрать и подкрутить как необходимо и с учетом того, что это сразу изменения эти применяются моментально, то в общем можно легко понять что нужно, в общем вот такое вот простое, но довольно эффективное приложение для настройки ну и конечно же по звуку в общем тут явно есть какой-то как это сказать CSPAD, DSPид, цифровой процессор сигналов, потому что звук они обрабатывают и несмотря на то, что тут всего лишь и 5x кодек, они скажем как не реставрируют, но наверное как-то интерполируют часть потерянной информации, потому что действительно хорошо играют те вещи, которые обычно Bluetooth кодек вырезает и в первую очередь это заметно в области глубоких низких частот в принципе наушники отличаются этим что самое смешное по всем замерам они довольно линейны по АЧХу, то есть они не стали делать какую-то там ярко выраженную Вэшку или что-то неровное по подаче и это очень здорово и спасибо компании Sennheiser за это я добавлю ссылку на обзор на Head5 в описании обзор, конечно, не мой но замеры там очень неплохие и в целом мнение совпадает с моим в общем первое, что обращает на себя внимание в этих наушниках это бас при этом, несмотря на то, что он не акцентирован он очень весомый упругий ударный и обладает хорошей глубиной при этом ну, конечно, тут нет там разрешения да, там каких-нибудь изодинам подключенных по проводу то есть, конечно это не то но при этом в целом как бы хороший контроль сбалансированы низкие частоты с приятным весом нормальной передачей текстуры и неплохим разрешением при этом хорошо контролируются и не наползают там на середину но когда трек насыщен низкими частотами то тут, конечно ну, это неизбежно просто как бы в силу количества их, они все будут на себя перетягивать немного одеяла но в остальном это вот такой динамический и динамичный и динамический бас прекрасно подходит к электронной музыке поп-музыке но в целом и на живых инструментах не пасует и звучит довольно приятно ну, а в качестве примера взял я трек в принципе это, конечно пример именно глубоких низких частот это джуно реактор саундтрек к нашим происходящим событиям Tempest то есть буря и вот начинается тут довольно длинное вступление оно в целом спокойное такое легкая такая электронная музыка но при этом есть все время такие раскатистые низкочастотные звуки которые прокатываются там из одного уха в другое периодически перескакивают туда-туда-туда и вот это, видимо символизирует надвигающуюся бурю и вот эти наушники прямо отыгрывают подобные вещи очень хорошо поэтому с таким вот приятным акцентом вернее даже не сказать акцентом а с очень приятным весом и массой потому что акцента тут как такового на самом деле нет и где-то от самого глубокого баса который они способны воспроизводить до верхней середины они практически линейны с перепадом в районе 10 дБ то есть для блютуз наушников для динам очень хорошо то есть Sennheiser сделали наушники с массовым тюнингом но при этом они их не сделали попсовыми что вот с точки зрения аудиофилии очень здорово и очень правильно ну и как обычно у хороших басхедных наушников у них середина и верх ясные и чистые чтобы сыграть на контрасте с этими массивными низкими частотами и порадовать слушателя вот этим вот перепадом контраста средние частоты хорошие то скажем так они не супер детальные но разрешение нормальное даже скажем наверное чуть лучше чем нормально чуть лучше чем ожидаешь от беспроводной модели по EPTX но разумеется по проводу будет лучше ну скажем это довольно очевидно при этом эти наушники вот что хорошо что Sennheiser сумели сделать правильно вот знаете как чем отличаются скажем не все но иногда вот просто скажем простые компании китайские какие-то от скажем более именитых брендов простая китайская компания может сделать хорошие нейтральные наушники скажем они могут сделать там что-то типа V-образная очень-очень редкие компании могут сделать действительно что-то необычное с точки зрения подачи так чтобы это звучало скажем интересно вот Sennheiser сумели для своих вот этих вот беспроводных беспроводных никогда не научусь для своих беспроводных наушников они сделали их с очень таким заметным акцентом макродинамики то есть на середине они очень скажем подчеркивают макродинамику все вот эти переходы удары эмоции все вот такие вот вещи которые именно в макро идут они отыгрывают здорово микроконтраст они не акцентируют они не пытаются вытянуть там какие-то мельчайшие нюансы поэтому они довольно толерантно относятся к качеству записи без проблем скажем с ними слушать какие-нибудь стриминги даже в mp3 поэтому они не пытаются скажем подчеркнуть все эти огрехи но конечно что-то с более-менее хорошим мастерингом им желательно но при этом если где-то там накосячили со сведением и трек звучит не эмоционально наушники его малеха подкрасят а если он эмоциональный они это подчеркнут иногда скажем это звучит не аудиофильски но в общем это наушники которые делали не для аудиофилов а вот для такого скажем удовольствия музыкой наслаждения музыкой или получения удовольствия от музыки да давайте пытаться говорить правильно хотя зачем вот воображаемая сцена где-то средняя в ширину и в глубину и для блютуз и закрытых наушников это неплохой очень результат поэтому как бы есть натуральный размер инструментов их расположение то есть не ждите там какого-то супер объема но и глубина прорабатывается довольно неплохо наушники не играют интимно скажем это их выделяет на фоне большинства скажем моделей там с какой-то V-образной чехашкой и прочими и прочей ерундой надо будет когда-то все-таки себе раздобыть блютуз ананду чтобы сравнить скажем максимальный потенциал который в беспроводных технологиях можно беспроводных технологиях можно добиться вот все время теперь буду говорить неправильно а потом поправляться чтобы страдали все ну и пример по средним частотам вот с удовольствием бы сейчас с вами послушал наушники играют но блин на ютубе получить страйк за копирайт в принципе не сложно а тем более сейчас ютуб предупредил что они отправили много своих модераторов на карантин поэтому работают алгоритмы поэтому в общем кто не спрятался тот ютуб не виноват поэтому лучше избегать минимальных даже минимальных появлений копирайтной музыки и кстати даже не знаю скажем могу ли я какие-то треки цитировать или какой кусочек я могу использовать для иллюстрации лучше в принципе наверное не рисковать в общем это Томас Халапайнен в общем главная креативная сила Найтвиш ну или одна из Найтвиш там скоро выходит альбом надеюсь хоть презентацию альбома они не перенесут в связи с эпидемией ну а это его сольная работа про Скруджа вдохновленная классической историей прекрасная симфоническая даже не знаю что это симфоническая поэма симфоническая сюита в общем альбом симфонической музыки но не скучный все-таки Томас металлист в душе поэтому тут скажем есть целый симфонический оркестр но при этом пытается он играть такой Найтвиш без тяжелых гитар и всего остального на себя тут обращает внимание такая очень драйвовая даже не назвать это наверное ритм секции но партия ударных такие зажигательные барабаны ну и весь остальной оркестр играет разухабистую мелодию эдакую и вот эти вот наушники на таких треках звучат просто прекрасно скажем наверное для какого-нибудь симфонического оркестра выслушивания критического они не подходят но если скажем симфонический оркестр используют для вот такой вот веселухи то это очень прекрасно хотя на самом деле скажем симфоническую музыку я с ними слушал без проблем конечно это там не мезо империя но в целом главное помнить о том что в основном это удовольствие от музыки а не максимальное блин пытаюсь подобрать какое-нибудь приличное слово ну ладно в общем не задротствовал вокруг аппаратуры простите если чей-то нежный слух я немного ранил ну и верхние частоты они тоже сумели как бы чуть-чуть откуда-то их подреставрировать и немножко вытянуть верхние VCH зарезанные Bluetooth кодеками поэтому протяженность чуть-чуть лучше скажем чем у типовых беспроводных наушников но скажем ненамного то есть как бы понятно что скажем если бас можно проще как бы его как даже не знаю экстраполировать из того что есть то с VCH это уже не проходит потому что их срезает намного сильнее ну скажем чуть-чуть наушники это подправляют и это немножко добавляет скажем вот этой реалистичности и всего остального вообще тут вылепили очень аккуратненько скажем они не зажаты но участок в районе где-то примерно 5 кГц плюс-минус он чуть-чуть прижат это вот та часть которая большинству не нравится но при этом сделано это немного то есть как бы чуть-чуть убрали вот эту звенящую металлическую часть но при этом VCH не зажали настолько чтобы они скажем потерялись и это вот то что выгодно выделяет эти наушники ну по сравнению чуть позже поэтому в VCH как бы не ждите какое-то супер разрешение там насыщенность обертонами но в целом разрешение нормальное и основную часть скажем основные тона они отыгрывают очень приятно хорошо балансируя низкие частоты и скажем отыгрывая все необходимые вещи ну и в качестве примера в качестве примера у меня вот такой вот трек Майлз Дэвис удивительной широты талантов музыкант и то есть представить что этот же человек как сказать ну может быть не изобрел но во многом изобрел и популяризовал модальный джаз со своим Kind of Blue и потом послушать вот этот On the Corner это как бы два разных абсолютно музыканта если там это такой строгий сдержанный модальный джаз то тут это наверное зарождение того что потом скажем что сейчас у нас очень модно что называют там World Music и пытаются проталкивать везде а это скажем много фанка много какие-то элементы эмбиента какие-то элементы этнической музыки при этом тут много и джаза и Майлза с его трубой в общем шикарнейшее Варевых на самом деле Варева это другой альбом Майлза Дэвиса но тут тоже много всего звучит это очень классно записано хорошо много раз ремастерировалось лучше всего как обычно получилось у японцев и собственно почему я выбрал этот трек тут очень хорошие перкуссии всякие колокольчики звоночки тарелочки и вот эти наушники это отыгрывают на очень приятном уровне не идеально скажем не хватает немного вот этой протяженности затуханий шлейфовых но в целом очень приятно отыгрывает и очень сбалансировано по проводу скажем если подключить по USB-C или по проводу то в целом становится лучше разрешение больше собранным становится бас в случае передачи текстур и естественно улучшается протяженность в очи причем это касается и USB-C подключения и проводного по проводу это еще заметнее просто по USB-C немножко меньше но скажем если вы собираетесь использовать их со смартфоном каким-нибудь то вот по USB-C это наверное будет удачный адекватный вариант подключения ну а если говорить о сравнениях то к сожалению единственная модель про которую могу вспомнить и сказать это EH3NC от FIO конечно же собственно именно они натолкнули меня на мысль о том что нужно посравнивать их с какими-то именитыми модельками ну и что я могу сказать если конечно взять во внимание соотношение цены и звука то EH3NC будут чуть-чуть получше потому что Sennheiser вы платите там за металл за хорошо работающие активное шумоподавление за оголовье более продуманное за более премиальные материалы а скажем FIO если их сравнивать FIO по LDAC а эти по EPTX то тут как бы есть скажем по LDAC у FIO получается чуть-чуть детальнее на середине низких частоток но при этом FIO сами себе выстрелили в ногу немного смягчив VCH и вот это то чего им не хватает потому что именно VCH немного затемняют их звук и делают его таким более комфортным но при этом не хватает вот этой вот искринки которая тут есть поэтому если сравнивать поставив их в равные условия на EPTX то Sennheiser звучит более вовлекающе чуть более органично скажем он больше подчеркивает макродинамику FIO по нейтральнее то есть FIO такой чуть более аудиофильский звук а этот такой чуть более массовый более интересный скажем с небольшим подкрашиванием так что в принципе тут на мой взгляд понятно за что платится разница поэтому как бы тут мы говорим про более брендовые наушники но разумеется это субъективное мнение тут каждый выбирает что им ближе в целом скажем я порадовался этим наушникам действительно развиваются технологии и скажем оставлю их себе скажем надеюсь что еще получу какие-то другие bluetooth наушники и посравниваем еще их и вот кстати что забавно они заставили меня почувствовать себя пещерным человеком потому что как бы я их когда первый раз потестировал долго не мог понять как их выключить я зажимал вот эту кнопку оказалось что это включение вот этого bluetooth подключение зажимал вот эту кнопку это сброс настроек запомненных устройств bluetooth я долго крутил вертел пытаюсь понять как их выключить что скажем для непещерных людей это в общем-то дико очевидно но скажем меня это удивило выключаться они очень просто все так они выключаются и это было очень забавно спасибо за внимание